Добрый день. Я вообще не собиралась в эти выходные делать видео, потому что очень много домашних дел. Мы перебрали вещи очень много, старья выкинули, перестирали всё, летние вещи достали. В общем, вот такая вот межсезонная суета. Но я вспомнила, что я не рассказала про, как у нас дела обстоят с коронавирусом, хотя уже, наверное, все знают, что дела не так хорошо, как бы хотелось и как мы надеялись. Но хочу сначала вам показать свою березку, а потом сядем поговорим. Березка распустилась, видите, сережки висят, листочки, клейки и такие молоденькие, всё очень. Вот очень я её люблю. И покажу вам свою магнолию, которая уже цветает. Она, к сожалению, цветёт очень недолго, буквально недели две-три и всё. Вот она у меня начала распускаться, когда мы на карантин сели. Вот видите, вот сейчас уже попадали уже лепестки. И вот такая большая, красивая. Ну как, она небольшая, она вырастет. Её, кстати, кто-то сказал подрезать верхушку. Они это очень не любят, между прочим. Вот сиреньки распускаются, маленькие. Они подвязали розами, в общем, много работы сделано, но пока сейчас это всё не видно, пока розы не распустятся. Вот и впереди вам садик хочу показать. Потому что как раз тюльпаны в очень таком, в самом, ну уже, как видите, заканчиваются цветения. В общем, яркие, большие получаются. Вот глициния. Пока ещё она не распустилась, сзади у нас распускаются цветы. А вот это я вам хотела показать. Это наша плакучая вишня, которую мы в прошлом году посадили. Вот, а там у меня это камелия. Видите? Наконец-то мы прибили этот трелис. И вот так её нужно пустить горизонтально практически, чтобы веточки вот так вот вверх росли. Ещё надо другой прибить, ещё третий у нас есть. Вот. Вот и здесь я сижу. Ещё рассказать. Задавали вопросы про коронавирус, как у нас в Англии. Но дела не так хорошо, как хотелось бы. На самом деле, дела не настолько, не так я оптимистична сейчас смотрю, как я смотрела на это дело две недели назад. Потому что количество смертей возрастает. Когда было 100 смертей в день, там 200, мы так ахали-охали. А сейчас 800-900. 900 держится уже второй день. Вот. И поэтому я понимаю, что этот вирус мутирует, и что он разный. Как бы в каждой стране по-разному он себя ведёт почему-то. Но у нас ситуация не очень сильно, кстати, отличается от Италии, или Испании, или Франции. То есть мы как бы в одной из лидирующих стран в Европе. Поэтому и здесь, конечно, опасно, приходится все меры соблюдать. Спрашивали, какие меры у нас. Я знаю, что в России сейчас во многих регионах, вот в Москве, например, есть вот эта система каких-то пропусков электронных. Сестра у меня рассказывает, что надо что-то там, код какой-то получать, идти, то есть по этой самой, по электронной, и ходить в ближайший магазин, или вот мусор вынести, или ещё что-то. А так у нас этого нет. У нас надеются как бы на здравый смысл, а он не у всех есть, к сожалению. И это как бы просматривается, вот репортажи показывают, что люди идут в парке гулять, сидят на скамейках, там собираются в кучи, разгоняют вечеринки всякие. Потому что вечеринки тоже как-то народ считает, видимо, необходимым, что вечеринки какие-то нужны. В общем, не особо, не все это придерживаются, этого всяких правил. Но те, кто, я думаю, придерживаются правил, те, кто не выходит, очень тяжело. Ну как, те, кто придерживаются правил, они всё-таки как-то себя, конечно, мы никто не застрахован. Но какой-то риск всё-таки уменьшается. А по поводу всяких мер, скажем так, в Штатах, я знаю, что у меня начальница мне говорила, мы разговаривали, они в Вашингтоне. У них 5000 долларов сразу штраф, если идёшь не по каким-то, ну, не по острой необходимости. Здесь у нас такое правило. Значит, можно идти в магазин. У нас нет такого, что выходить можно там раз в неделю, например. Можно идти сходить в магазин, но просят как можно реже. Но, в принципе, знаете, кто о своём здоровье беспокоится, они часто ходить не будут. Я выхожу раз в неделю. Но сейчас у нас удалось нам сделать онлайн-заказ. Тоже нет, как бы, этих самых окон доставки, вот, но то, что мы заказали, нам придёт завтра, заказывали мы в прошлый четверг. То есть мне приходилось выезжать, но я в перчатках, в маске. И никто, знаете, многие так делают, никто особо внимания не обращает. Все держат дистанцию. Можно, значит, выезжать для медицинской помощи, для оказания медицинской помощи и получения медицинской помощи. Примерно на час упражнения какого-то вида, в смысле ходьба, гуляние, пробежки и так далее, один раз в день можно это выгуливать собаку также. Что ещё? Штрафы такие пока у нас. Если полиция, значит, вас поймает, если вы, так сказать, поехали куда-то или пошли куда-то, и это не является необходимостью, то есть это не медицинская какая-то, и это не помощь престарелым, и не за продуктами или за медикаментами, то штраф 60 фунтов и повторный штраф 120 фунтов. То есть никакого там тюремного заключения, по-моему, в Штатах сказали на год, что ли, в тюрьму, до года. Вот, это уж точно будет изоляция, изоляция полная. Борис Джонсон вроде как выкарабкался из критического состояния. А вообще, вообще ситуация не очень весёлая, на дорогах пусто, кролики бегают, лису видела вчера вечером. То есть животные, конечно, радуются свободе, а мы сидим каждый в своей норке. Кто как может. Хорошо, что есть сад. Я очень благодарна, что у нас есть сад, что мы практически, у нас необходимости нет выходить никуда. Погода шикарная. Плюс 20 сегодня, 19, что ли, или 20. Даже ужинаем вот сейчас на этом саду. И завтракаем, и ужинаем в саду. Ну всё, хорошего вам воскресенья. Я думаю, что мы справимся с этим. Как бы надоедает, конечно, дома сидеть. Жалко, что много красивой одежды, обуви, сумок. Никуда не пойдёшь особо, не покажешь никому. Приводится сидеть. Но это, знаете, я думаю, что это... Думаю, что у меня такое розовое? Это моя крышка, как это, заматается. Я думаю, знаете, это не самая, как бы, большая жертва. Люди жертвуют гораздо больше. И, конечно, героизм вот этот, то, что медики, как они работают, буквально не щадя себя. Это всё распознаётся, и люди показывают свою благодарность. К сожалению, есть у нас жертвы среди медиков, медработников и медсестёр, которые вот так вот, находясь на работе, зародились и погибли практически на рабочем месте. Ну вот, не особо весёлые виды, конечно, мне особо веселиться нечего, конечно. Нужно находить в себе силы какие-то, заниматься делами, которые вам приятны. Делами, вязанием, шитьём, кто что может. Я вот нашла старую книжку мамину, шиатсу, тетрадку. Мы переписывали раньше, помните, не было же копировальных этих, переписывали всё. Вот нашла записи шиатсу, чтобы укреплять здоровье, какой массаж делать. Вот тоже интересно, как бы, ну, время. Помогает время как-то скоротать немножко, и интересно. У нас длинный выходной, у нас был вчера, сегодня, завтра у нас Пасха, и понедельник тоже выходной, на работу во вторник, ну как, в офис. Ну всё, мои хорошие, хорошего вам воскресенья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok